что в конце вот эта последняя песня что это было это манна манна небесная манна как переводится стоит вот что это было кто знает никто не знает что это было но мы этим живем так что манна 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 небесная аллилуйя господь дай нам познать твою славу дай нам вкусить что есть слава твоя и не просто знать ее наносить ее как израиль он видимую славу выносил на себе тогда и нам твою невидимую славу нести в своем духе в это время среди этого народа среди всех этих страданий зла и всего что происходит вокруг быть носителями твоей славы покажи нам славу свою господь ибо мы знаем что мы призваны в твою вечную славу и да будет видеть мир служащих богу ты сам сказал что покажешь эту разницу да будет видеть мир тех на ком пребывает слава твоя без слов без доказательств твоя пребывающая шикина твоя слава которая и благая и строгая которая влечет к себе и пугает дай нам познать то что познали пророки что познал израиль что знали апостолы познать славу твою ибо как апостолы говорили мы не наши кратковременные легкие страдания ничего не стоит сравнению с той славою которая в нас откроется дай нам познать славу твою чтобы мы смотрели на все свои трудности как на кратковременные легкие ничего не стоящие сравнению с твоей вечной славой аминь аминь и так всем шалом это раз кто здесь и кто не здесь кто здесь телом кто здесь духом ангелы тоже приходят слушать проповеди один человек сказал на днях слушал интервью одного человека и участ искусственный интеллект набирает обороты очень удобно становится люди теряют работу многие из-за этого потому что думать не надо мы идем с дочкой мне надо реферат сейчас быстро закинул в искусственный интеллект сейчас он мне напишет рефераты через несколько секунд готова не надо ничего главное задать тему но этот человек сказал что не вы переоцениваете искусственный интеллект потому что у него есть один огромный недостаток искусственный интеллект не способен создавать идеи он может только обрабатывать человеческое он не может сам создать что-то ему надо дать задание и он сделает ему надо сказать квадратное там черное большое и он начнет на эту тему фантазировать но он не может выдать выдать мы будем говорить это языком библейским откровение он он очень крут да он поет голосами людей говорит создает за секунды можно он даже некоторые пастора уже начали проповеди составлять при помощи искусственного интеллекта кошмар реально ты задаешь ему тему мне надо проповедь на тему благодати и он составляет проповедь и можно готовый конспект с местами писания но храни нас господь от этого но то чего у него нет у него нет откровения он никогда не получит откровения это то что нас отличает не только от искусственного интеллекта но и от ангелов ангелы не получают откровений бог открывается людям и поэтому ангелы также приходят послушать откровение который бог дал своим любимчикам хотя они превосходят нас силой какой-то мощью но вот так вот и шо назван сын человеческий и искал я у них человека когда мы говорим о славе божьей о чем мы говорим во первых славу божью невозможно ей невозможно дать определение что такое слава божья невозможно дать полноценное определение всеобъемлющее потому что это слишком неуловимое для нас еще явление но одно из определений славы божьей которая в том числе относится я увидел это я это получил через откровение что слава божья вот давайте вспомним смотрите огонь похоже слава божья на огонь да что делает огонь огонь имеет силу и энергию так или нет то есть с огнем огонь может взять и уничтожить все здание и весь город может уничтожить огонь ого сила нормальная сила бомбы не могут этого многие вот сейчас там бомбят друг друга ну там дом снесут квартал но огонь может уничтожить вообще весь город дотла если ему дать волю огонь может согреть можно поставить чайник на огонь и вдруг он закипит что это эта энергия это сила ветер это сила вот ты испытал мы тут симферополе да в крыму испытывали пару дней хороший ветер ветер это огромная сила написано есть ветер раздирающий скалы есть ветер который не даст тебе головы поднять это огромная сила землетрясение сила вот тоже может разок качнуть и города нет он весь рухнул хорошо цунами вода сила у еще какая никто не может совладать люди пытаются но когда вода выходит из берегов все это называется катастрофа какие еще знаем такие силы вулкан у какая сила ты ж не можешь заткнуть закупорить вулкан если вулкан проснулся только бежать люди при всех своих космических программах не могут ничего сделать никак помешать невозможно остановить эту силу да ураган торнадо точно так же он идет и ты молишься чтобы он не пришел к тебе ну да да в основном там других странах но ты же не можешь управлять им или погасить его там с бронзбойта пожарные вышли и погасили торнадо есть очень много таких сил на земле кинетическая энергия то есть вот то что мы можем делать то есть мы можем погладить а можем ударить вот этот телефон смотрите телефон замечательный находится ну хороший ждать телефон ничего с ними случается вот он записывает проповедь сейчас но если я возьмусь и кину его часа пол что с ним случится вот этот металл вся вот этот пластик стекло все разлетится а что случилось сила пришла сила воздействует на него но сейчас нет то есть вот мне убрать руку и другая совершенно история у него начнется то есть так вот что есть слава божья это совокупность всех существующих сил и энергий в одном вот все что сейчас перечислил малую часть и все что есть вообще слава божья это соединение и совокупность всех сил и энергии которые только существуют и когда мы говорим дай мне славы твой дай мне войти в славу твою вот куда мы идем от престола его исходили что громы молнии там громко там дует там сила и приближаясь к престолу божьему ты понимаешь что ты приближаешься к какой-то мощи неконтролируемой людьми славу божью видел пророк и языки иль он написал таково было видение славы божьей и описывая славу божью в первой главе и еще в других главах языки или мы можем найти еще описание мы видим нечто странное колесо в колесе четыре существа переведенных в русской библии как животных хотя это не животные это существа дословно но четыре лица да одно как человека другие как у животных они двигались перемещались дух животных был в колесах колесо вращалось в колесе я искусственный интеллект кстати скачал программу одну он делает и я его все-таки довел до ручки я его упросил создать колесо в колесе ну вот это по языке илью и он завис он выдал ошибка что-то он не сам не смог это совладать с этим ну такой-то такой запрос не просто колесо в колесе что-то еще запрос был первое все что делал до этого я уже просил он делал но вот с колесом со славой божьей не справился идеи нет от чего толкнуться так вот вопрос какой когда языки иль видел и описывал на что он мог опираться разве в торе есть описание славы божьей вот такое он мог описать от опираться на какие-то писания но у него не было откровения еще книги или ты про книгу да это естественно мы знаем что это бог от бога было но ему опереться в этот момент было не на что то что он видел было для него и странным и новым и непонятным и спорным возможно но объективным что такое объективное так как то что не требует уже доказательств я точно знаю что это божья но я не могу опереться в этом на что-то сказать да точно вот проверить проверочные слова нету проверочного слова даниил когда видел все эти ангельские разборки на что он опирался где основания в торе на чтобы он мог опереться дословно мы встречаем какие-то князья греции воевали михаил там опять же это все конечно же в слове мы можем найти основания может не буквально но это не против слова откровения были они же не противоречили ничему написанному ну тогда у них тора была только писалась библия итак языки или оказался я это называю серая зона и вот сегодня название такое мистическая серая зона что такое серая зона вот мы в крыму познали серую зону после 2014 года когда чтобы выехать из крыма на территорию украины там две таможни российская и украинская и между ними серая зона то есть территория сколько скажите ну около километра да по моему два с половиной то есть если ты без машины ты просто идешь с чемоданом если на машине ты проезжаешь эту зону и там видно валяются какие-то машины разобранные где-то брошенные то есть они не они выехали но не смогли въехать какие-то то есть это зона как бы ничья там нету законов и ты идешь по территории который по на которой в принципе могут идти быть и эти быть могут но при этом никаких конкретных там нету владеть властители этой зоны то есть это такое буферная зона простреливаемая конечно же но опасная согласитесь все таки серая зона она опасная но при этом ты не можешь никак ее миновать нету такого что вот ты проходишь таможню тут сразу уже другой страны ты проходишь территорию какую-то перед тем как дойти до границы где тебе попросят паспорт и вот есть название мистическая серая зона о чем это о том что мистическая вообще мистическая мистика это не дема не демоническое слово мистика мистерия это тайна дословный перевод слова мистерия это тайна мистическая это тайная сокрытая самый простой способ это вот что у меня в кармане помните как этот хоббит загадал загадку что это у меня в кармане откуда вам знать пока я вам не покажу то есть сейчас для вас содержимое моего левого кармана мистика и вот происходит откровение да вот оказывается что в кармане но вы же не могли бы предположить можно было гадать пока не получили откровение так вот мистическая это не плохое это серая зона это опасная зона естественно в мистическом мы можем столкнуться с демоническим но также вот мы смотрим на языке или это зона великих возможностей есть определенная какой-то вот церковные я не знаю границы и говорится вот доселе здравое истинное подтверди местом писания ты что-то пережил докажи если ты не можешь доказать это прямо сейчас плоды какие знаете люди говорят какие плоды у того что ты это пережил но постойте плоды не обязательно должны мгновенные быть и плоды могут быть как у изекиля который пророчествовал 25 лет и не увидел исполнения своего ни одного пророчества какие плоды он не имел плодов получается но потом все что говорилось исполнялось для целой страны и других стран которым было пророчество поэтому есть граница и вот то что за границей в основном пасторский дар считает демоническим так вот что сделал что сделал враг враг оккупировал серую зону и назвал ее своей и церковь большинстве своем приняла это из колода колючая проволока там вроде бы как мы понимаем что нам тоже там надо бывать но зачем там могут пристрелить там бандиты шакалы мины опасное место но я хочу сказать что пророческое служение невозможно без этой серой зоны без мистического элемента поэтому пророки они выглядят странными для остальных они что-то переживают видят вот как языки иль послушайте языки илья же принимают сегодня в церкви как не принять может быть и не приняли бы с удовольствием исключили дать пасторам власть собраться и убрать из библии лишнее ну там и останется места десятинах о повиновении они оставляют собрания своего что анафема если анафему обязательно ставят это рычаг такое управление и все а вот эти вот странные какие-то языки ли с даниилами дай книгу откровения тоже можно младенцам вот это ему надо и драконы и скорпионы но пророческое служение невозможно оно не происходит вне серой зоны все пророческое служение оно в основном вот эти я имею ввиду мистические вот эти откровения слава божья глубины то есть самое весомое происходит именно в серой зоне мистическом я знаю что большинство из вас мы уже нормально относимся таким вещам как дима крюковский дебора вайнер по моему так фамилия какие-то видения откровения и иов пришел мы вчера пели а я иова узнаю по походке коля шел и мы стоим и мы узнали колю по походке в духе и мы же не говорим а шо это дима такое говорит иов приходил шо серое что то такое мистическое да так и есть на что еще раз повторю на что опирался языки да ни на что он не мог опираться он шел верой он пророк ему бог что показывает то он принимает нравится ему это или не нравится соответственно тогда не было может теологии но соответствует ли это моей теологии или нет апостол петр увидел не чистых животных существ пресмыкающихся ему бог сказал ешь как это же в духе это в духе он в духе должен был заколоть убить там это видно живое все шевелилось и съесть какую-то гадину это мистика чистой воды только новозаветнее меня такого не было было такое что алексей что ты видишь жирафа зарежь его и съешь и вот он придет и расскажет нам об ну нам ладно мы даже нам будет непросто но если он придет к человеку такому классическому пост харизматическому ему скажет ты откуда со школы христа иди туда лучше иногда доводилось слушать людей то есть вот консультировать слушать людей которые рассказывают такую дичь вот просто если вот здравым умом послушать это дурка психбольницы поэтому они не рассказывают это никому уже их упекут но духом ты чувствуешь что это не гонево что человек действительно переживал подобные проблемы я имею ввиду демонического плана не хорошего и он вполне этому почему в библии это тоже есть вот я сейчас рассказал за петра это же не не обкурился петр там конопли и увидел это это ему будет я был на кровле молился и открылось небо и с неба спустился покрывало с разным вы знаете послушать на что петру было опираться в этом где-то прописано что периодически будет открываться небо и к вам будет опускаться написано там пейцам 20 нету такого он мог принять это только верой и то спорить начал с богом прикиньте ему это показано это проверка наверно я никогда ничего нечистого не вкушал а бог ему говорит что меняет правила на ходу игры что я очистил того не почитай нечисто расскажу нет не буду не надо не надо говорят не надо не ну сейчас будет достаточно еще я к тому что иногда бог может нам показать такие образы и такие вещи которые будут противоречить здравому библейскому вот образованию академическому такому библейско школьному но мы то должны распознать это же бог или нет потому что дьявол может прийти очень по писанию очень красиво и мы должны его распознать да говорит четко правильно все подтверждено вроде даже плоды есть а дух не тот не тот дух итак сегодня серая зона по большей части оккупирована тьмой все эти вызыватели духов провидцы путешественники в духовные миры оккультисты гадалки сатанисты то есть все это что оккупирует эту сферу и говорит это наше это нам принадлежат видения выходы в астрал нам принадлежат голоса которые мы можем слышать и знать будущее и видеть что там в людях и предсказывать это все наше наше духовные миры все наше таро шугайтесь от таро бегите я сейчас переслушал библейскую школу в башкирии школу духовной войны я выкладываю по чуть-чуть и я забыл совершенно один пример я там о нем рассказываю я забыл когда господь дал мне откровение через карты игральные игральные карты я получил откровение и я пошел купил колоду мне это надо было для того чтобы закончить откровение колоду я купил мы их сжигали столько этих колод карты вы знали подарки приходили помните детские и я так понял что в европе в америке там в карты гоняют христиане порядке вещей и очень много карт такие пластики классные ну не то что вот такие прямо ух покер и мы их сжигали помню ну не знаю не может не сотнями но десятками колоды и бог мне сказал через карты я говорю как это может быть а бог говорит вот так я делаю что хочу я то понял что это бог а не сатана меня искушает потом мы эти карты сожгли мы в них не играли естественно они у нас не были но бог проговорил через вот то что мой разум оскорбила но я точно знал это бог то есть он разрушает стереотипы вот я о чем хочу сказать но нам колючую проволоку намотали сказали за это ты перешагнешь и умрешь там подхватишь что-то на мину попадешь это уже оккультизма уже колдовство какое-то это уже все не божье почему потому что она серая она непонятная но что я хочу сказать что сер смотрите серая зона в любой момент может быть окрашена в любой цвет как в божий так и не в божий то есть серая зона мистическая может получить любой заряд это лишь сосуд с возможностями кто владеет этим и кто наполняет его все чаще звучит призыв кто пойдет во тьму помните этот призыв это было в Израиле что тоже знаково получено и он последнее время все чаще и чаще я это слышу кто пойдет во тьму кто осмелится вступить эту серую зону и взять эти возможности пророческое служение невозможно без мистического также без мистического невозможно эффективная духовная война все точка мы идем молиться за город нам показаны какие-то вещи я помню что я видел в день когда на кладбище все ездят родительский день я видел молитве над нашим вот у нас это называется Абдал я не знаю в каждом городе Абдал ну вот где кладбище за городом основное городское и я видел храм над этим кладбищем смерти посвященный и вот он такой огромный как купол и все пространство под куполом заполнено демонами как мухами вот над говном они там они роились там очень много а люди как бы кодили жертвоприношения приносили на могилах поклонялись и эти бесы их наполняли то есть давали им какие-то эмоции переживания наполнения и это вот священное действие происходило это действительно храм скажите на что можно опереться увидя такое где я могу вам доказать или подтвердить это буквально не могу но это во-первых не противоречит Библии во-вторых помогает эффективнее молиться и понимать что происходит не просто на деревню дедушки а конкретно увидеть или там в центре города тоже на площади Ленина я видел какие-то то есть как духовно выглядит наш город он же не выглядит так же в духе как физически но люди натянувшие проволоку скажут какую-то дурь дурь какую-то несете вы уже какие духовные города какая там сущность не надо в эти дебри лезть это мне все время всю жизнь я слышу от пасторов какие-то дебри ты лезешь какую-то тьму какие-то глубины сатаниинские влечет дух святой ничего не могу поделать мы уже в серой зоне живем поэтому люди из серой зоны но согласитесь человек вот штаб армии как его штаб армии там ходят со звездами начищенные такие все туфли пуговицы такие блестящие мундиры да мундиры фуражки кокарды все такое да и вот человек из окопа какой-то грязный ни одной звезды ни кокарды ни фуражки не мытый не бритый где-то перевязано что-то и конечно когда такой приходит в штаб армии слушай ты вот не к месту ты здесь помойся пойди мундир где твой мундир пасторский где его с этим мундиром убьют там в серой зоне слишком блестящий будет заметный поэтому ему чем больше он сольется с грязью с землей тем ему безопаснее вот эти волосы то есть вот почему те кто в серой зоне проводят много времени от них на них смотрят какие-то дурники вообще шизики зачем вы там на кое-то здесь в штабу надо тусоваться на аурусах ездить процветание братья поэтому эффективная духовная война она невозможна без почему этой духовной войны и нету не все ну тех кто не в серую зону не заходит для них духовная война это в принципе можно что сегодня сделаем на молитвенном ну можем там причастие сделать можем повоевать можем потанцевать в принципе разницы нет главное провести хорошо время людям потому что нету понимания происходящего сейчас я буду заканчивать вступление и расскажу уже непосредственно мистические вещи ну они будут недолгие поэтому вступление в три раза будет дольше ну было то есть вот вот это о серой зоне о мистической это наше это не принадлежит гадалкам колдунам каким-то вызывателям духов слышателям голосов это не принадлежит тем кто объелся грибов и выходит в какие-то трансы и что-то там получает нет это принадлежит нам без грибов без карт таро без всего наоборот это не просто может должно служить так задумано что вот здесь вот одна сторона здесь другая и вот эта серая зона буфер через который мы можем наносить поражение врагу мы не можем его достичь оттуда из тыла из штаба из штаба же не стреляют в окно с автоматов правильно там и автоматы то не носят а попробуйте на передовой ходить без оружия сразу по шапке получить ты чё ты где находишься ты не в штабу давай автомат в руки я увидел еще один пазл о небесном Иерусалиме вы помните я еще был с волосами я делился юла помните вот это вот откровение небесного Иерусалима видение это было еще ну может 4 или 5 лет назад помните кто был тогда в книжном с юлой ну можно освежить я вот честно достал переслушал еще разочек чтобы там освежить какие-то моменты но это как следующее еще больше раскрывается потому что небесный Иерусалим это не статичный город который вот мы всем умом трехмерно представляем вот есть там Москва есть Нью-Йорк а есть небесный Иерусалим там тоже какие-то дома стоят какие-то там улицы деревья написано деревья растут но он не такой Бог показал что небесный Иерусалим он как юла он в постоянном движении знаете как юлу раскрутить и вот пока она крутится она стоит небесный Иерусалим вот он такой это постоянное движение каждое основание движется каждое врата движется все это колесо в колесе создает порталы раскрывают вот галгалы порталы и эти взаимодействия каждая врата и каждое основание апостольская церковь Израиль там это все я не буду вдаваться в подробности и это энергия что что делает вращение энергию как работает гидроэлектростанции да и вообще все электростанции там турбины у них турбины за счет там где-то энергия воды где-то атома где-то еще турбина крутится и вырабатывает энергию которая там электричество отопление ну разные нужды покрывают это и есть галгал и Новый Иерусалим это огромный галгал в духе мы не будем вот как вы сейчас сидеть вальяжно в духе мы духи а дух это что ветер на иврите руах по-гречески пневма пневма более нам знакомо пневматический пистолет пистолет стреляющий за счет воздуха пока ветер дует он существует прекращает дуть нету духа духа нету так вот мы духи но ветер может дуть с разной скоростью и у нас у всех в духе разная скорость и мы говорили что чем сильнее дует ветер тем он больше энергии вырабатывает больше силы имеет больше опасности больше эффективности есть люди вялые в духе такие как мы сейчас с Виктором дышим брат как дела понятно а есть люди которые там идет такой напор что ты пообщавшись с человеком куда-то на орбиту улетел подняло сразу так вот что я увидел в небесном Иерусалиме смотрите небесный Иерусалим движется и его разные уровни движутся с разной скоростью то есть я увидел много уровней оно не однотонное такое движение и чем ближе к престолу тем сильнее этот вихрь вот как реактивные двигатели там же тоже турбина но ты не можешь руку подставить тебя оторвет руку этим потоком воздуха вот так у престола божьего я все-таки прочитаю это все-таки прочитаю из книги откровения и от престола исходили молнии и громы и гласы и семь светильников огненных горели перед престолом который суть семь духов божьим это все движение это не был какой-то семисвечник вот там огонечек такой ветерок подул он такой это движение это все и чем ближе к престолу я видел тем интенсивнее движение небесного Иерусалима и вознес меня откровение 21 на в духе вознес меня в духе в духе в духе это он видел в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город святой Иерусалим который не сходил с неба от Бога и что там написано он имеет славу Божью а мы говорили что есть слава Божья в том числе то есть в небесном Иерусалиме совокупность всех сил энергий существующих духовных физически каких хотите давайте так энергия она же невидимая да мы видим последствия энергии что в этом видении вот когда я с волосами был было хочу не все там очень много рассказано вот один факт что физикой доказано что вся энергия которая существует вот есть ограниченный объем в мире энергии она просто переходит из одного состояния в другое и невозможно выработать новую энергию создать что-то новое то есть есть вот энергия в мире в творении она просто меняет форму из одной формы переходит в другую мы можем просто содействовать тому чтобы да там то есть раз на в глаз я содействовал энергии вот она проявилась но я ее не сотворил я использовал но небесный Иерусалим создает новую энергию каждое мгновение фу 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 и он это небесный Иерусалим это не город это измерение миры каждое каждое ну там нету времени но ежесекундно я даже не знаю как это объяснить он творит что-то новое он создает новую реальность фу 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 так вот он имеет славу Божью то есть в нем вся слава и естественно чем ближе к престолу тем больше славы будут те кто будут ходить во свете небесного Иерусалима в легком ветре будут те кто войдут в город воротами это уже другое и вот что я получил итак небесный Иерусалим движется его разные уровни двигаются с разной скоростью скоростью духа и то какую скорость мы наберем в течение земной жизни вы поняли определить то где в небесном Иерусалиме мы сможем быть если раскрутить юлу вот это один элемент вот юлу раскрутить и на нее положить что-то то это чтобы оставалось на вилле должно двигаться с такой же скорость иначе она улетит то есть оставаться внутри чего-то двигающегося можно только если ты с этой же скоростью двигаешься ну или там я не знаю прикреплен ты как-то но это нереально жить никто не будет приковывать там никого к стене чтобы как на сюрпризе помните аттракцион ромашка там привязали или в Сочи парке были в Сочи парке вот там есть горки то то есть мы на земле в земную жизнь набираем скорость духа вот какую скорость мы наберем в течение земной жизни туда мы и будем иметь доступ вот такое вот дополнение к пониманию небесного Иерусалима и как мы набираем скорость это отдельная тема но понятно что посвящение кто-то в усердии не ослабевает кто-то ослабевает кто-то показывает в вере своей кто-то ничего не показывает кто-то горит а кто-то тлеет кто-то пребывает в слове в молитве а кто-то в сериалах и в ресторанах пребывает разные есть соответственно скорость духа она может или пригроситься или развиваться физикой также доказано что если взять любой предмет любой предмет взять и разогнать до скорости света он превратится в свет он станет светом то есть любое любое вообще творение если его суметь разогнать до скорости света оно просто станет светом Наш Бог есть свет, и нам нужно разгоняться. Разгоняться в духе. Набирать обороты. Колесо в колесе. То есть турбина может вращаться так еле-еле, а может... Все решают обороты. Аллилуйя. Слава тебе, Господь! Благодарим тебя за то, что ты открываешь нам эти глубины, и эти мистические вещи перестают быть мистическими, а становятся нашими родными. Мы молимся, веди нас, Господь, в этой серой зоне пророческого мистицизма, духовной брани. И мы верим, что ты не дашь нам заблудиться, и ты не дашь на врагу нас обмануть. Мы доверяем тебе. Наставь нас во всякой истине. Мы можем сидеть, но мы не хотим, Господь. Ты не даешь нам. Это огонь в костях. Он не дает нам сидеть на месте. Он не дает нам успокоиться в достигнутом. И мы молимся, чтобы этот огонь в костях горел сильнее. Не давал нам засохнуть, застыть, потеплеть. Дай нам больше огня, дай нам больше ревности, дай нам больше дерзновения, следований за тобой, в посвящении тебе. Этого апостольского глубокого посвящения и готовности пожертвовать собой, чтобы исполнилась твоя воля, чтобы ты был рад и доволен. Да святится твое имя, да придет твое царство, и да будет воля твоя на земле, как на небесах. Аминь. Я чувствую еще в конце вот такое сказать, что эта зона не для незрелых людей. Что если человек не сведущ в Писании, ему там делать нечего. Кто находится, ну и он выживает в окопах на передовой, в основном люди с опытом, знающие, что происходит и что делать. И как в шоке не находиться от взрывов, от всего происходящего. Как сохранять трезвый рассудок. Поэтому если человек вот здесь не сведущ в Писании, если он не знает голоса Божьего, что ему делать, ему туда соваться нельзя, это опасно для жизни. Вот такой человек там может сгинуть, безусловно. Если не изучив Слово, начать хвататься за какие-то мистические переживания, ангелы, порталы, куда-то там влазить, конечно, это заканчивается вот этими грибами, которых объедаются тоже во славу Божью как бы. И видят какие-то вещи в духе, как бы в духе. Только это все уже в плену врага находясь. Но если есть основания в Слове, я поэтому настаиваю, вот это должно постоянно, 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 день за днем, день за днем. Много, мало, но постоянно. Не помогает раз в месяц сесть и пол Библии прочесть. Это не работает. Нужно регулярно. Как вы кушаете регулярно же, не раз в месяц по многу, по ведру. Оно не поможет, наоборот, убьет. И регулярно вкушать, вкушать, вкушать всю Библию, все книги и пророков, и Тору, и то, что не очень нравится изучать, читать, вникать в себя, в учение, заниматься этим постоянно. Вот тогда в мистической зоне мы будем иметь плоды и эффект, а не станем жертвами, грибными какими-то. Аминь. Так что небесный Иерусалим, он очень интересный. И он, это не то, что мы мозгами можем себе представить. Интеллект искусственный не нарисует точно такого. Не дано. Это можно только увидеть в духе. Я когда-то просил Господа дать мне понять, что видел Иезекииль. Что это на самом деле. И Бог мне сказал, это никто не сможет объяснить. Это можно только увидеть самому. Вот то, что видел Иезекииль, чтобы понять реально, что это и для чего, только увидеть самому, лично. Не приедет сюда ни Дима, ни Дебора, ни Рэбоюзек, никто другой не расскажет нам. А мы скажем, ах, вот оно что. Ну, теперь-то я знаю. Не будешь знать, пока сам не увидишь. И все эти мистические переживания, описанные в Библии, а их немало, они нам приглашения. Я могу дать вам знания, но я не могу получить за вас откровения. Откровения получаются лично, лично, один на один. На служении, в тайной комнате, во сне, неважно, где, на работе, но лично от Бога. А мы просто, кто служит словом, помогаем, подталкиваем к этому, указатели расставляем по дороге, куда идти. Но получить за человека никакой пророк не может откровения. Это так же, я же не могу вам родить детей. Вы сами должны родить себе детей. Потому что пока ты сам не выносил, не зачил, не родил, это не твой ребенок. Это чужой. Хоть ты можешь ему свою фамилию дать, это чужое. Но твое кость от кости, плоть от плоти, это то, что родило. Вот откровение, это то, что мы рожаем. И отчасти в каждом откровении, в каждых вот этих родах рождается машеяк через нас. Издень, да, изденец, да, прежде рассвета, да, рождение твое. В день силы твой, народ твой готов. Вот она, элементы хаиль. В том числе являть машеях. Ну, аминь. Какое у нас число? 26 мая, замечательное время. Всем защиты Божьей от ракет, дронов и прочей нечисти. Ну, все, шо уже. Все это реальность. Вот так вот мы живем. Живем одним днем. Не собирайте сокровищ на земле. По башке дрон прилетит, никому не понадобятся уже сокровища. Ну, вам не понадобятся, кому-то понадобятся, конечно. Но если мы успеваем в течение земной жизни действительно творить добро и вкладываться, то в небесном Иерусалиме нас ждут на нашей волне, чистоте, скорости. Да. Оно все... Павел говорит, имея сию надежду, мы действуем с великим дерзновением. Поэтому набирайте скорость духа. Аминь.